ребята это очередное видео от меня короче он ожил он звери мой ожил но есть маленькая проблемка ребята я думаю вам это конечно будет плохо видно но я вам покажу вот здесь где они вот вот видите вот эти вот проводки которые я подсвечиваю это информационные проводки передней панельки сейчас я вам покажу вот этой вот она сейчас мы его чуть-чуть сдвинем воротка нашего вот так вот то есть вот этой панели вот этой я по ходу делу вместо то есть вот эту кнопку подключил как питание потому что вот я нажимаю он никакой реакции не подает а вот что от меня выключить ведь он перезагружается как будто бы сейчас я сделаю паузу и отключу его то есть полностью питание и там выключил подожди секундочку фактор что ребята он ожил мне осталось купить дисководы диски 2 ddr и обычный ну жесткий короче говоря и как его там ну поняли да значит еще осталось две планки видео оперативки докупить потом чуть-чуть ну по мелочи так ребята короче тут немножко с электроника на портачу сейчас вам покажу что именно сделаю пока паузу вот пауза закончилась у меня немножко запахался а вот темнота как видите то есть я сейчас его сейчас вы уже слышите щелкать я сейчас выключил запах вот короче смотрите я нажимаю на кнопку пуск ну подожди до ноль эмоции вот все нажимаю нифига не включается вот кнопку restart включаю это который перезагружает компьютер запускаемая то есть он почему-то за счет этой кнопки у меня запустился вот даже смотрите выходит уехал дисковод но кнопка питания не работает скорее всего индикатора тут не будет работать поскольку у меня не чести ранее то а кнопка restart почему-то на так что ребята если у кого есть сейчас подожди секунду где она мне а вот если кто найдет мне инструкцию ну переводрусь инструкцию отката материнской платья я ребята буду очень благодарен так что всем спасибо за просмотр ставьте лайк ребята он у меня ожил сейчас я сейчас так скажу сделаю подставку из его же подставки из его вернее не подставки а из его чехла а если это вам будет видно не упадет ничего не упадает не запачкается стой стой я пошел вот так вот вот здесь он все это видно если как это будет у меня эффектно смотрятся ночью ребята я надеюсь это не испортится конечно как он красиво смотрится в темноте ребята ставьте лайк подписывайтесь на канал я наверное еще из боковой дверцы вину кулер поставлю его сюда и подключу к еще одному разъему на 4 на 3 пина и будет вообще у меня круто вот эти сверху вообще эффектно ребята прикиньте два кулера и сбоку ладно всем пока